В этом году на борьбу с паводковыми металлами и водами выйдут около 6 тысяч человек. Однако одним человеческим ресурсом не обойтись. Камазы, эскаваторы, автобусы на случай эвакуации населения, лодки. Чтобы справиться с надвигающейся угрозой, задействуют 600 единиц техники, 260 из которых специального назначения и 81 плавсредство. Главное управление МЧС по региону и в городском управлении гражданской защиты готовы к любым вариантам развития событий. Традиционно спасательные службы готовятся к худшему сценарию. В ходе смотра готовности элементы данной силы средств были представлены. Были представлены Камазы, которые у нас выводят снег. Были представлены автомобили инженерной инфраструктуры, которые нам помогают бороться с заторами. А также помогают оперативно решать вопросы по ликвидации подтоплений талами и паунковыми водами. Один из важных моментов – это состояние технических средств. Перед началом работы оборудование тщательно проверяют – от машин для откачки воды до автобусов. Сам начальник управления регионального МЧС на базе «Доримстрой» проверил состояние машин, попросил продемонстрировать работоспособность техники и пообщался с водителями. От опытного взгляда не ушел ни один недочет и неисправность. Такие встречи – залог слаженной и эффективной работы в чрезвычайных ситуациях. Ну, допустим, да, таких вот, такого типа экскаватора, сколько бы зависит? Шесть единиц. Да, то есть, ну, только единство, что они с разными говшами. При неблагоприятном прогнозе, когда из-за плюсовой температуры ночью и днем начнется резкое таяние снега, в зону подтопления могут попасть 16 населенных пунктов региона. В этих местах ответственные службы уже вывозят снег, прочищают ливневки и освобождают водоприемные колодцы ото льда. Это позволит снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период половодия и паводка. Особое внимание уделяет работе гидротехнических сооружений. Выйдем на ГТС, гидротехнические сооружения, которые у нас, так скажем, могут в этом году стрельнуть, в нехорошем смысле этого слова. Поскольку снегозапас большой, соответственно, талая вода уходить снега не будет. Могут быть переливы, а где переливы, соответственно, могут быть прораны. И вот эта вся вода, почти сотни тысяч кубов, может выйти на улицы тех населенных пунктов, которые мы уже взяли под контроль. В регионе ежедневно работают экстренные службы. Они круглосуточно мониторят ситуацию. В случае неблагоприятного сценария развития паводка определены пункты временного размещения людей.